МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, наша новая клиентка Лидия Бойченко, жительница села Мощино. В последнее время у нее несколько раз случались провалы в памяти. И она утверждает, что во время этих провалов превращалась в волка. Думаю, я подтверждаю. В те дни, когда у Лидии случались провалы в памяти, в селе действительно видели волка. Он загрыз пару кос и разорил несколько кроличьих клеток. И самое интересное, что после подобных происшествий Лидия чаще всего приходила в себя в лесу, рядом с разорванными в клочья животными. А последний раз она обнаружила у себя на руке рану от дроби. Той же ночью другая жительница этого села, Анна Кукушкина, стреляла у себя во дворе из ружья волка. И утверждает, что ранила его. Любопытно. Скорее всего, мы имеем дело с редчайшим психическим заболеванием, ликантропией. При этом расстройстве больные считают себя опортом. В том-то и дело, что прежде чем к нам обратиться, Лидия прошла полное медицинское и психиатрическое обследование. И по заключению врачей основные параметры у нее в норме. Ну вот, смотрите, несколько месяцев назад у нее было сотрясение мозга. С некоторой натяжкой, но это вполне может быть причиной потери памяти. Но как это объясняет раны на руке и растерзанных животных? Кроме того, есть еще одна необъяснимая вещь. Во время медицинского обследования Лидию подвергли гипнозу. Она попросила сделать запись. Одного из сеансов. И после этого отказалась от помощи врача и обратилась к нам. Я вижу колдуна. У него в руке нож. А на рукоятке голова волка. Мне страшно. Все хорошо. Страх уходит. Вы его больше не чувствуете. Что делает колдун? Он говорит, что я теперь буду волком и буду служить ему. Он прикладывает нож мне к колбу. Господи, как жжет! 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 Лидия, что вы видите теперь? Я поговорил с психологом. Он считает, что подобное покраснение может иметь чисто психосоматический характер. Но обратите внимание на форму пятна. Схожа на лучшую голову. Цикаву. Тимур приехал домой к нашей клиентке. Женщина выглядела уставшей и напуганной. Спасибо, что вы приехали, потому что мне кажется, что я схожу с ума или уже сошла с ума. Ну что вы, люди, сошедшие с ума, никогда не сомневаются в своем психическом здоровье. Так что с вами все в порядке. Позвольте полюбопытствовать. А что у вас с рукой? У меня ночью опять был приступ. Я залезла к соседке во двор и загрызла нескольких кроликов. А потом она меня подстрелила. А-а-а! Кто тут? А ну, выходь, тварюка! Вы были в обличии волка? Я не совсем уверена, но мне кажется, да. Я очнулась во дворе с окровавленной рукой и с мертвым кроликом. Я так и подстрелила того вовка. Бачишь, оно его кров. Коля, разберись с этой тварюкой. А то же он мне всех кроликов поперегризал. Я сама достала дробь и сделала перевязку. Побоялась ехать в больницу, так как нужно было вызывать полицию, а я не хотела огласки. Скажите, а как давно у вас эти приступы? Начну с самого начала. Это важно. Полгода назад мы с Сережей едва не расстались. У него был роман. Ну, мы сумели наладить отношения, а потом я стала замечать за ним странности. Какие? Он стал часто ездить в Киев по непонятным причинам. Запираться у себя в подвале и запретил мне туда заходить. Ночью выходил якобы подышать свежим воздухом. Я решила, что у Сережи новая, и в тот вечер решила проследить за ним. В лесу рядом с поселком было место, где в старину проводили колдовские шабаши. Сергей пошел именно туда. Лидию удивило, что он очень странно одет. На поляне его ждала женщина. Та, кого Лидия поначалу приняла за любовницу, оказалась ведьмой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убегая из леса, Лидия увидела перед собой человека с головой волка. Это был не ее муж. Будь ты тубивовком и моим славою до кинца житя. Женщина не запомнила лицо незнакомца, только странную одежду. Вы уверены, что человек в маске волка был не ваш муж? Это был другой человек, такой жуткий. От него шел какой-то непонятный холод. А потом все начало происходить со мной. Я стала проваливаться в забытье и приходила в себя уже дома, вся в грязи и в крови. А мужу вы об этом рассказывали? Нет. Расскажите мне о вашем муже. Как давно он стал увлекаться колдовством? Все началось с этого. По словам Лидии, муж стал изучать историю своего рода. Обнаружил, что среди его предков есть известная и даже легендарная личность, сыгравшая важную роль в украинской истории. Сергей составил семейное древо, на котором разместил избранных казацких предков. А потом он сам очень сильно изменился. Стал каким-то холодным, отстраненным, чужим. И я решила, что он мне снова изменяет. Вы знаете, что среди предков вашего мужа есть легендарная личность Максим Кривонос? Да, Сережа мне рассказывал. Максим был соратником Богдана Хмельницкого и выиграл много важных сражений. Современненькие считали его колдуном характерником, который мог превращаться в волка и насылать морок. Но заставлять видеть то, чего не было. А кто ваш муж по профессии? Сережа занимается недвижимостью. Он сдает в аренду в Киеве несколько торговых и жилых помещений. А здесь мощно, у него магазинчик. Я всегда была очень спокойным, рассудительным человеком. Знала, что реально, что нет. А сейчас я вообще не понимаю, что происходит. Мне очень страшно. Я знаю, что должна была рассказать обо всем мужу, но все надеялась, что этот кошмар как-то сам собой пройдет. Тем временем Марина искала улики во дворе соседки Анны, которая якобы подстрелила Лидию, когда та в образе волка воровала ее кроликов. Вместе с Анной был Николай, местный лесник. Женщина позвонила ему сразу после того, как подстрелила зверя. Но мужчине выследить волка не удалось. А до приезда Лісничого, вы весь час тут находились? Та нет, в рушнице був всего один набей. Я после пострела побегла до хати. А вы как быстро приехали? Ну, десь минут, может, за 15. Велосипедом тут недовго. Аня показала, где она подстрелила волка. Чапа взял слез, мой собак, и повел меня за сарай. Я живу сама. Хата на краю села. Турошница завжди заряджена. А як про волка стали казати, то я взагалі бы з неї у двір вночі сама не выходжу. Страшно ж. Николай показал Марине место, куда его привел пес. Там моя помощница обнаружила кровь и шерсть животного, а так же фрагмент одежды. Цікаво. Что вы там нашли? Я нашла то, что шукала. А вы сказали, вас собака привел сюда. А куда дальше следы вели? Да они просто исчезли. Земля была мокра. Я побачил отбитки вовчих лап, которые обернулись среди двора. Чапа покручився, покручився, и снова привел меня сюда. И так, как будто вовк из воздуха появился, и воздуха растаял. Как-то за чаркою дельничный рассказывал, что когда в селе жив чаклун, которого вовки слушались. Багато беды нарубили эти вовки в селе. Дельничный сказал, что где-то в архивах есть про то документы. И вы знаете, я ему верю. Кривавые следы та шерсть, которую я нашла належать вовку и одному из раздертих кролев. До того, что я нашла кровь Лидии, там, где она и сказала, и поревняла дрип, который она вытягнула из раны на руке, с тем, что я нашла биле клеток. Он идентичный. Значит, пока история нашей клиентки подтверждается. Перед первым провалом памяти Лидия видела, как Сергей участвовал в некоем ритуале. Надо бы расспросить Сергея, хотя Лида боится с ним говорить. Ну, мне тоже кажется, что человек причетный до этого. Он не мог не пометить, что дружина куда-то исчезает в ночах. А если он про это в ней не спросил, то же логично предпустить, что он все знает. Тогда какой у него мотив? Сергей хорошо ведет бизнес. Со слов Лида, ему в Киеве принадлежат две квартиры, несколько торговых площадей, плюс дом и магазинчик в Мощино. А что, если он изменяет? И просто хочет уйти так, чтобы не делиться имуществом? Ну, это возможно. Если Лидию застрелят во время приступа, милиция вряд ли заподозрит спланированное убийство. Но тогда вопрос. Как ему это удалось? Один из предков Сергея, Максим Кривонос, обладал исключительным гипнотическим даром. А что, если Сергею передалось это? Ну, добре. Давайте припустим, что до кролев Лидию отправил Сергей. Звідки там Вовка. Сусидка бачила Вовка. Лесничий, вовчий следы. Я знайшла вовчу шерсть. Ну, припустим, есть какой-то прирученный вовк. Тогда тварину нужно готовить. Она выеет. Смотрите, все началось именно с обряда. Может, и мы начнем расследовать эту историю именно с него. Тимур приехал на встречу с супругом Лидией. Женщине было неловко обсуждать случившееся с мужем. Она представила ему Тимура и оставила их одних. Сергей очень эмоционально воспринял новость о том, что происходит с его женой. Она не понимает, куда она встряла. Я так полагаю, вы понимаете. Да, я понимаю. Но почему она мне сама не сказала об этом? Черт. А вы знали о том, что ваша жена посреди ночи уходит из дома? Да мы спим с ней в разных комнатах. Сергей объяснил, с недавнего времени у них с женой есть уговор. Она не должна заходить на его половину дома. У Лиды постоянная привычка что-то перекладывать с места на место. А у меня там вещи, которые лучше не трогать. Сергей привел Тимура в комнату, где хранил колдовские принадлежности и старинное оружие. Моя жена никогда не поддерживала мое увлечение историей. Поэтому для нее все это мусор. Вы сказали, что понимаете, что творится с вашей женой. А может быть, это как-то связано с вашим увлечением историей и магией? Мой предок был очень сильный колдун-характерник. Да, я наслышан. Максим Кривонос. Да? И он не просто мой предок. У меня с ним одна душа. Я его реинкарнация. Вы так уверенно об этом говорите? Но ведь существование реинкарнации еще не доказано. Когда я узнал, что Максим Кривонос мой родственник, я поехал в то село, где он похоронен. И вот после этого меня стали преследовать кошмары. Как будто я убегаю от волка и не могу убежать. Богдана сказала это потому, что мы с Максимом как-то связаны, что у нас одна душа на двоих. А кто такая Богдана? Это моя наставница. Она обучает меня защитной магии. Вот она увидела, что мои кошмары как-то связаны с моей прошлой жизнью. Чтобы понять их, я должен попасть в мир мертвых, чтобы увидеть, как это было. Богдана предложила провести ритуал на старом ведьмовском капище. В какой-то момент Сергей почувствовал, как его душа покидает тело. Когда Сергей очнулся, он увидел, что лежит на земле в другой одежде. Однако самым удивительным было не это. Наконец Сергей понял, кто он. Максим Кривонос. А затем он увидел Оксану. Свою любимую девушку. Максим, я люблю тебя. Я люблю тебя, но он сказал, что убьет тебя, если не будет его. А ты знаешь, он чеклон, он Вов Кулака. А ты его не подолаешь. Я прошу тебя, я прошу тебя, повердайся на Січ. Это Иван. Держи ножа. 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 Держи ножа. Держи ножа. Ты будешь моя, а будь ничья. Оксана! Оксана! Обещай, що знайдеш мене в іншому світі, що ми завжди будем разом. Обещаю. Держи ножа. Ты сломал пеннись! Я сломал его нож. Значит, забрал часть его силы. Он побоится бороться со мной сам, поэтому... О, Боже! Зачем она пошла за мной в эту ночь? Вы о Лидии? Это он превратил ее в волка для того, чтобы подобраться ко мне поближе. Лидия Боченко утверждает, что превращается в волка. Это стало происходить после ритуала, который проводил в лесу ее муж. Сергей уверяет, что он – реинкарнация своего предка Максима Кривоноса. А его жена – воплощение его лютого врага Ивана. Так что же на самом деле происходит с супругами? Это он превратил ее в волка для того, чтобы подобраться ко мне поближе. Сергей, вы действительно в это верите? Да. И знаете почему? Потому что спустя три месяца после ритуала я встретил Оксану. В реальной жизни ее зовут Настя. Она, конечно, ничего не помнит о той жизни. Я, конечно, не стал пугать ее разговорами. Но они очень похожи. Я увидел в ней родственную душу. Кто такая эта Настя? Одна молодая девушка. Я познакомился с ней в Киевском парке. Она искала работу, а я как раз открывал новый магазин. Скажите, а этот Иван из видений, вы его тоже встречали в реальной жизни? Нет, это была наша единственная встреча. Стойте. О, Боже, нет! А что, если Лида и есть реинкарнация Ивана? Потому что она тоже превращается в волка, как умел он. Сергей, я бы на вашем месте не делал столь скоропалительных выводов. Я уверен, что мы найдем какое-нибудь реальное объяснение. Вот в ваших видениях вы сломали колдовской нож Ивана. У вас тоже должен быть нож заклятия. Так? Конечно, вот он. Не трогайте. Такой нож есть у каждого колдуна. В нем заключена часть его души. Если как-то сломать или повредить нож, можно лишить колдуна силы. А для чего на рукоятке голова волка? Волк – это проводник между миром мертвых и живых. Скажите, где вы берете все эти аксессуары? Нож мне достала Богдана. Кстати, она мне очень помогла разыскать и приобрести все эти вещи. Некоторые из них просто бесценны. Очень дорого стоят. А вот этот сбор для чая – это тоже Богдана вам передает? Что в него входит? Мята, мелиса, пустоцвет, ромашка. Кстати, очень помогает расслабиться для медитации. Позвольте, я возьму немного для анализа. Пожалуйста, берите. Я раньше не знал, что мир не такой, каким мы привыкли его видеть. Колдунам-характерникам дана истина. Но чтобы ее постичь, иногда одной жизни мало. И тот, кто был твоим врагом в прошлой жизни, может стать спокойно твоим любимым человеком в этой. В этом и есть самая печальная ирония. В связи с новыми обстоятельствами я решил проконсультироваться у эксперта. Оказалось, что один киевский ученый готовит масштабный эксперимент, который, по его словам, докажет возможность реинкарнации. Денис Пятигорский. Ученый-мистик. Последователь доктора Яна Стивенсона. Автора монографии «20 случаев предполагаемых реинкарнаций». Если бы в 17 веке были фотоаппараты, я бы вам за 20 минут определил, является ли он реинкарнацией кривоноса или нет. Ну, проясните. Рисунок радужки человеческого глаза строго индивидуален. Так же, как и отпечаток пальцев. Нет на земле двух людей с одинаковым рисунком радужки. Это среди живущих. А вот среди тех людей, которые оставили наш мир, позвольте, я вам покажу. Да, очень интересно. Это глаз молодой женщины. Украинки. Погибла семь лет назад. В результате падение в шахту лифта. А это глаз шестилетней Изабель, которая живет в немецкой семье. С детства боится лифтов. И ни один психотерапевт не может объяснить причину этой фобии. Мне удалось анкетировать Изабель. 90% того, что она любит или не любит, совпадает с покойной украинкой. Их глаза идентичны. То есть, глаза, зеркало души только буквально? Да. Интересно. Скажите, а есть еще какие-нибудь доказательства реинкарнации? Примеры есть. Доказательств пока нет. Я буду первый. Так, отбросим пока мистическую версию с реинкарнацией и обратимся к реальности. Ворожке Богдане, наставнице Сергея, очень выгодно морочить голову своему подопечному. Она помогла ему купить столько якобы бесценных атрибутов. Не снимаем со счетов и самого Сергея. Он хоть и искренне удивился происходящему с женой, но все-таки надо быть к нему повнимательнее. Марина отправилась в лес, чтобы осмотреть место, где Богдана и Сергей проводили ритуал. К ведьмовскому капищу ее провел Николай. На одном из деревьев, рядом с поляной, Марина увидела обломок ножа, застрявший в древесине. Субтитры подогнал «Симон» 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 Из-за волнения у Марины пошла носом кровь и закружилась голова. И вдруг... Пока Марина была в лесу, Тимур встретился с наставницей Сергея, ворожкой Богданой. Сергей считает, что колдун Иван хочет его убить. Вы тоже поддерживаетесь этого мнения? Иван Причепа это злейший враг Максима Кривоноса. Это не просто месть. В прошлой жизни Сергей отнял часть его силы, забрав его нож. Если Иван убьет Сергея, он вернет не только свою силу, он заберет его силу. Зачем это ему? Для черного колдуна сила, как наркотик. Она разъедает его изнутри, а остановиться он не может. И я думаю, не зря Иван выбрал Лидию для своих целей. Глаза у нее ангельские, а душа черная. Зло к злу тянется. Бабка моя, царство и небесное, порчу снимала, больных лечила, от которых врачи отказывались. Людей к ней на носилках приносили, а назад они своими ногами шли. Всему, что я знаю, она меня научила. И плохого человека от хорошего отличить я могу. Я попросил Женю сравнить изображение волка на ноже Сергея и клейма, которая появилась на лбу Лидии во время сеанса гипноза. Я выровнял изображение по масштабу. Судя по всему, рукоятка ножа, которым делали клеймо, выглядела именно так. Привет, Жень. Андрей, я закинчила с экспертизом. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Даня, лучше была идея отправлять тебя одну в лес с волками. Что? Ну, я просто побачила вовка в лесу. Злякалася, знепритомнила. Меня лесничий вынес из леса. Треба будет туда повернуться и объяснить, чему там был в спалах. На горлечку фляги я знайшла слину. ДНК належит Сергею и какой-то неведомый брюнец, волос якою я знайшла под деревом. Если верить Сергею, то это именно то дерево, под которым Иван убил Оксану. И еще чай, который мне передал Тимур, не мистит ничего забороненного або одного. Так. Ну что ж, сегодня поздно уже, отдыхайте. А завтра нужно будет съездить еще раз на эту поляну, но, Женя, сделай, что ты. В этот момент мне позвонил Сергей и сказал, что в селе снова появился волк. Зверь напал на Настю. Так похожую на Оксану из его видений. С девушкой все в порядке? Слава Богу, на ней была кожаная курточка, которая ее защитила. Я везу Настю в больницу. А, пожалуйста, с курткой поаккуратнее. Нам обязательно нужно будет взять ее на экспертизу. Завтра кто-то из моих коллег заедет за ней. Да, до свидания. Жень, а включи мне камеры видеонаблюдения в доме Бойченко. Мы не знали, что провоцирует у Лидии провалы в памяти. Поэтому сразу предложили ей установить в доме видеокамеры. То, что мы увидели, просто не укладывалось в голове. Около половины девятого Сергей, как обычно, ушел, чтобы забрать из магазина дневную выручку. Лидия оставалась дома одна. И вскоре с ней случился приступ. Она встала на четвереньки и поползла к выходу. А через секунду перед камерой появился волк. Лидии нигде не было. А как так может быть? До двери повзает человек, а из двери выходит волк. А Лидии точно на других камерах нет? нет, мы же все камеры просмотрели. И на звонки она не отвечает. Так понятно же почему. Вот ее телефон. На следующий день Тимур встретился с Настей. Ее уже отпустили домой из больницы, но девушка все еще не могла прийти в себя после встречи с волком. Дости, но руки трясутся. Хорошо, что все обошлось. Это как посмотреть. Мне 20 швив наклали, еще какие-то уколы сделали. сказок. Вы посмотрите, что он с курткой сделал. Сергей Викторович сказал, какие-то анализы сделаете. Да, хотим сравнить ДНК. Расскажите, как все произошло? Ну, Сергей Викторович магазин закрывал, а я вперед пошла. После этих разговор про волка он меня проводжать стал. Тут недалеко начи. Та самим моторошно. За забором заброшенной дачи Настя увидела мужчину в старинной одежде. Потом она заметила волка. Запаниковав, Настя попятилась, но не удержала равновесие и упала. Тоди он мне в руку вчапився. Добрый Сергей Викторович недалеко был. Скажите, вам удалось рассмотреть лицо человека, который был с волком? Та не, темно ж было. А вы давно живете в Мощино? Два месяца уже. Я сама с Житомирщины, а жила в Киеве. Ну, тоди меня с работы извольнили. А как вам удалось устроиться на работу к Сергею Викторовичу? Так он сам запропонувал. Это диво как-то сбег обставин, как кино. Настя рассказала, что в тот судьбоносный день она сидела в парке и жаловалась подруге на то, что ее уволили. И теперь ей нечем платить за квартиру в Киеве. Вдруг рядом остановился мужчина. Он пристально на нее посмотрел. Вы просто очень похожи на мою одну знакомую. Вас случайно не Оксана зовут? Нет. Есть Сергей. Сергей Викторович. Узнав о проблемах Настя, Сергей тут же предложил ей работу. Он был так настойчив и убедителен, что девушка согласилась на его предложение. Он такой комедный, Сергей Викторович. Все порой Оксану рассказывает, что схоже на ней. Виктория Утром мне удалось дозвониться до Лидии. Женщина утверждала, что вернулась домой на рассвете. Вся в грязи, словно она всю ночь бегала по лесу. Видео со скрытых камер это подтверждала. Хорошо, Лида, я понял. Когда проснетесь, перезвоните мне, мои помощники с вами пообщаются. Тем временем у Марины были готовы результаты экспертизы. У Али, Андрей, ДНК волосы найденного в лесе и ДНК Насте идентичны. То же або под реинкарнации люди получают той самый набир хромосом, або... Нам кто-то искусно врет. Так, значит, если все увиденное Сергеем во время ритуала, искусная театральная постановка, значит, кто-то пытается убедить Сергея в том, что Оксана, любовь его прошлой жизни, которой он обещал всегда быть вместе. И этот кто-то организовывает встречу Насте и Оксаны в реальности. Ну, конечно же, влюбчивый и восприимчивый Сергей не может пройти мимо девушки, которая в прошлой жизни умерла у него на руках. Тогда тень падает на Богдану. Ей выгодна его вера в реинкарнацию и чаклонство, бо ее послуги не безкоштовны. Но это никак не объясняет того, что происходит с Лидой. А, кстати, забыла тебе сказать, тваринная ДНК на курсе Насте не належит Вовку. Ей покусала собака. А вот это неожиданно. Ведь кровь во дворе Кукушкиной была волчьей. Если даже гипотетически предположить, что Лида оборотень, то она не причастна к нападению на Настю. Тогда Богдана и Настя организовали цей напад как будто Вовка, чтобы отвести от себя подозру. Слушай, давай на мить откинемо всю эту мистику с Вовком. Кто первая постраждала? Дружина Сергея, так? Друга его потенциейная коханка. Кому это все выгодно? Той, кто тоже любит Сергея? Марина, это гениально. Лина говорила, что полгода назад у Сергея была любовница. А если она не смирилась с тем, что ее бросили? Поэтому и страдают женщины Сергея? В социальных сетях Марина быстро нашла последнюю любовницу Сергея Елену Давыденко. Женщина не скрывала. Она просто мечтала о том, чтобы Сергей развелся с Лидией и женился на ней. Несколько раз она устраивала жене любовника скандалы. Но выяснилось, что с тех пор в жизни Елены многое изменилось. Стыдно вспоминать. Я тогда будто бы помешалась на Сереже. Так хотела за него замуж выйти и родить детей. Хорошо, что это все в прошлом. Но вы так его любили сильно. Как вы так быстро все забыли? Я обратилась к специалисту. Психологу? Нет. Потомственное ведунье. То есть я сначала обратилась к ней, чтобы приворожить его. Но ничего не получалось. Он никак не хотел бросать жену. Богдана сказала... Богдана? Да, Богдана сказала, что она видит тьму над нами, из-за которой мы не можем быть вместе. Но я и не думала, что это мог быть сам Сергей. Оказалось, Елена регулярно приходила к Богдане и незаметно для себя выбалтывала все о себе и о любовнике. Однажды Елена сказала, что среди предков Сергея был Максим Кривонос. Уговори его поехать на могилу к этому Максиму. Как вернется, пусть у тебя переночует. Чай ему завари. Когда он уснет, прочитаешь над ним заговор. Я тебе его напишу. Когда проснется, спросишь, что ему снилось. Ты все поняла? А что потом? Сдается мне, что твой Сергей из колдовского рода. Если это так, лучше тебе с ним не связываться. Сергею приснились волки. Они что-то вроде проводников между миром мертвых и миром живых. А он будто бы застрял между этими мирами. Поэтому у него нет ни детей, ни нормальных отношений. Скажите, пожалуйста, у вас не остался тот чай, который Богдан давал? Вроде бы остался, если я его не выбросила. Я здесь недалеко живу. Могу отдать, что осталось. Я буду вам вдячна. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете Иван. Нам с легкостью удалось разыскать брата Насти и подельника Богданы. Иван не стал отрицать своего участия в афере, но убеждал Тимура, что никогда не видел Лидию и тем более не нападал на нее. Про волка мужчине также не было известно. Титка давала Сергею африканский корень, какая-то бибога. Чего починала плюща-то? А потом навиявала ему, что Настя это Оксана, а я Иван Причепа. И вы лютый ворог. Я клянусь вам, нет у нас никакого волка. Когда мой помощник приехал к Лидии, она как раз проснулась после ночи, якобы проведенной в шкуре волка. В племяннике Богданы она сразу же узнала Ивана, напавшего на нее в лесу. Это он. Вы уверены? Раньше вы говорили, что не запомнили лица нападавшего. Да, я говорила, что у меня случались провалы в памяти, но я, я уверена, да, это он. Лида! Это, Сережа, что-то случилось. У Сергея было ножевое ранение в живот. Мужчина был еще в сознании и успел прошептать имя нападавшего. Иван! Лидия Боченко утверждает, что по ночам превращается в волка. это стало происходить после ритуала, который проводил в лесу ее муж. Обряд был спектаклем, устроенным ворожкой Богданой. Но мистические перевоплощения Лидии продолжаются. на ее мужа было совершено нападение. Сергей смог произнести имя нападавшего. Иван! Скорую и бинты. Сережа, только не умирай! Лидия, вы, конечно, хорошая актриса, но можете больше не стараться. Я тут в лесу улики собирал. И увидел этого, как нож окровавленный моет. А рядом ружье. В общем, ваш подельник мне много чего интересного поведал. Итак, в этой истории Лидия была не жертвой, а палачом. Об этом нам рассказал лесник Николай, которого застал в лесу мой помощник. Вы хотели, чтобы мы доказательства собирали против Богдана и ее соучастников. А Николай должен был зарезать вашего мужа ножом. Все подозрения бы упали на Ивана, племянника Богданы. Отпираться было бессмысленно. Лидия призналась во всем. Она знала про любовниц мужа и давно хотела от него избавиться, но не понимала, как. В тот день Лида следила за Сергеем. Она увидела весь спектакль, который разыграла шарлатанка Богдана, чтобы раскрутить богатого простофилю на деньги. Там же Лидия подобрала рукоять от сломанного ножа Ивана. Она поняла, что теперь муж влюблен в Настю и решила действовать. Лидия склонила лесника Николая к соучастию в преступлении. Она обещала отдать одну из киевских квартир, которыми владел ее муж. Обратившись в реальную мистику, злоумышленница была уверена, что мы разоблачим Богдану и ее племянников, а она как главная жертва будет вне подозрений. Преступники все продумали до мелочей. Они инсценировали видео с припадком Лидии и ожогом в форме фигуры волка. Лида сделала это, коснувшись лба рукой, в которой прятала наклейку, согревающей мазью, вызывающей моментальное покраснение. Далее они завели похожую на волка собаку тамасканской породы. Злоумышленники никому этого зверя не показывали. Но однажды собака залезла в чужой двор и напала на кроликов. Лидия пошла за собакой, но зацепилась одеждой за забор. Николая она не пустила, чтобы не навлечь подозрения. Именно Николай сказал нам, что след волка терялся посреди соседского двора. Когда Марина пошла в лес, Николай испугался, что она найдет новые улики и натравил на нее собаку, похожую на волка. Увидев зверя, моя помощница случайно привела в действие скрытый механизм, запускающий спецэффект для очередного одурачивания Сергея, подготовленной Богданой. Нажатие на камень зажигало огненное кольцо, тщательно спрятанное под землей и листьями. Испугавшись и оступившись, Марина упала и потеряла сознание. Тем временем Николай спрятал собаку, а затем привел Марину в чувство и помог ей вернуться в город. Николай напал на Сергея, переодевшись в старинную одежду Ивана Причепы. В темноте Сергей не рассмотрел его лица. И если бы не мой помощник, злоумышленнику удалось бы скрыться. Да, все-таки я не понимаю, почему ее просто взять и не развестись. Дело в том, что у Лидии и у Сергея был контракт, по которому в случае развода максимум, что она бы получила, это дом в Мощино. А она претендовала как минимум на обе квартиры в Киеве. А что будет с Богданой и ее помощниками? Ну, насколько мне известно, Сергей сейчас в больнице и не собирается подавать заявление против Богдана и ее помощников. Напротив, он все так же влюблен в Настю и считает, что девочка просто попала под дурное влияние тетки. А вот Лидии и Николаю грозит суд. Они проходят по статье покушение на убийство. И что характерно, ведь можно сказать, что Лидия насылала на нас морок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok